Строим будущее, шагая в прошлое. Сегодня при возведении домов применяются современные технологии, но зачастую все их полезности пропадают зря. Они не выполняют своих функций и превращаются в ненужные элементы интерьера, например, как индивидуальные счетчики тепла в доме 1302А. Никакой пользы экономия эти плоды прогресса теперь не приносят, хотя деньги за них отдали немалые. С началом отопительного сезона перед жильцами новостройки 1302А встала проблема. При наличии счетчиков на тепло начисление им произвели по площади квартир. Один год в прошлую зиму брали правильно, как бы по счетчикам. Дом очень теплый, мы не пользуемся теплом. А в этом году из-за одной квартиры, даже не разобравшись ничего, там пользовалась она теплом или нет, и стали брать опять по общему нормативу. Мало того, на собрание не пришли, вообще игнорируют жильцов. Вот на кухне вообще не включаем, в зале тоже, только спальня. Изначально, по словам жильцов, неисправными числились счетчики двух квартир, но, как оказалось, в одном из случаев обошлись без замены. 91-я квартира, например, у него тоже как бы не работал счетчик. Когда он захотел, извел желание поменять счетчик, у него оказалось, что счетчик поставлен неправильно, перевернут был. Но его исправили. К тому же, возмущает жильцов то, что открытого доступа к счетчикам они не имеют, так как те скрываются за дверью замком. Но, как нас заверили в управляющей компании, каждый собственник может обратиться к мастеру и вместе с ней провести осмотр. Также они приглашают желающих каждый месяц, 24 числа, принять участие в съеме показаний. Техпаспорт не был предоставлен. Понимаете? То есть, есть теракт. На него официального ответа так и не получено. Техпаспорта на приборы учета жильцы получат на следующей неделе. Правда, по гарантии заменить неисправный счетчик уже не получится. Изготовлен он в январе 2010 года, а срок гарантии 24 месяца. По замене данного оборудования у жильцов имеется два варианта решения вопроса. Данное оборудование является личной их собственностью. В связи с этим они могут за свой счет произвести замену данного оборудования. Либо, согласно 261 федерального постановления, могут обратиться в ресурсоснабжающую организацию с вопросом установки счетчика и с предоставлением рассрочки сроком до 5 лет. Других вариантов здесь нет. Есть у жильцов претензии и городскому расчетному центру. Отсутствует графа в квитанциях за отопление. Я вопрос в мэрию задавала, почему у нас отсутствует. Устранить должны были проблемы до 31 мая 2013 года. У меня есть официальный ответ. Как не было этой графы за отопление, так и нет. Ее включили только в летний период, когда показания за отопление вообще не снимались. Но по всей вероятности эта строка в ближайшее время и не пригодится жильцам второго корпуса дома 1302А. По словам специалистов управляющей компании, даже если неисправный счетчик заменят, то начисления за отопление все равно будут производиться по площади. И до тех пор, пока приборы учета не появятся в нежилом помещении, которое занимает ООО «Капитальные вложения». Итог этой истории таков. Жильцы второго корпуса стали заложниками федерального постановления за номером 344, которое подписал председатель правительства России. Согласно ему, начисления по индивидуальным приборам учета могут производиться только при стопроцентной оснащенности ими всех жилых и нежилых помещений здания.